Наш следующий отельчик с вами это Giustiana Club. Это то, что находится в Алане, тоже в этом же месте, в этой же бусточке. Поэтому сейчас мы с вами зайдем, посмотрим, как здесь все выглядит. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Сейчас мы все пройдем, посмотрим. Сейчас мы идем в номера смотреть, но тем не менее, обратите внимание, что здесь все на гористой местности. У кого есть проблемы с опорным двигательным аппаратом, лучше выбирать номера, либо ближе к морю, где более полога, либо не выбирать за отель вообще. У нас категория стандарт. Видите, большая кровать отдельно, еще такой диван. Телевизор и выход на балкон. Пожалуйста, весь отель состоит вот в таких корпусах. Там есть бассейн и выход уже сразу к морю. Первая линия. Еще раз говорю, гористая местность, поэтому у кого проблемы с опорным двигательным аппаратом, лучше этот отель не выбирать или убрать номера ближе к морю. Это корпус Жасмин с боковым видом на море, все номера и свой собственный бассейн. Номера в отеле в принципе достаточно такие простые, но в целом все свежие, так как говорят каждый год делают какие-то реновации. Так или иначе в том корпусе, где потребность есть. Где-то вот здесь в корпусах окна поменяли, где-то соответственно ковровые поменяли, где-то еще что-то. В общем все опрятно, чисто и хорошо. А в сезон здесь загрузка большая, поэтому думаю, что здесь как бы никто ничего не покупает. Это маловероятно, загрузка достаточно большая у отеля и больше чем 100%. А здесь нету как таковых категорий с видом на море, то есть специально их не продают. Хотя можно обратить внимание, что они как бы есть, но их нет, это уже как повезет. Единственное, мы делаем как турагенты пометки о том, что вид на море и тогда пожелания стараются учитывать. И можно будет увидеть какое-то море. Но опять же, если это будет более высокий этаж. Здесь вот еще обращу внимание, мы еще не посмотрели, но есть номера, которые скажем эконом, их всего 15 по территории. Я сейчас точно не покажу вам их, но наверное пойдем по территории, я покажу. Это у кого вот такой вот очень низкий выход на территорию и ниже. Поэтому, чтобы вы понимали, именно вот такая категория номеров, она может быть эконом. Если там видите балконы приподняты, то здесь они уже на земле и есть еще немножко даже ниже земли. Вот такие варианты это эконом. Вот видите, да, сейчас еще отель в процессе ремонта, перед стартом где-то, вот видите, что-то меняют окна, делают ремонт. Поэтому всегда за этим следят. Вот такой номер, это точно эконом. Видите, он немножко даже чуть ниже уровня земли. В какой-то степени напоминает отель Юхой Вань. Кто помнит по Китаю, да, есть такой отельчик тоже на гористой местности. Тоже все компактно, есть такие там хаусы. Что-то в этом есть, только, конечно, территория здесь больше. Так что знаю, что меня смотрят очень много людей, которые ездили через меня в Китай. Я уверен, в следующем году у нас Китай снова заработает. Но пока так. Кстати, все цены на Турцию, в том числе на отель Джусниана, можно посмотреть ниже по ссылке под этим видео. Переходите, смотрите, цены указаны своим перелетом, трансфером со всеми сборами без комиссии туристического агентства. Это выгодно, удобно, гарантированно, с документами, чеками, все как положено. Поэтому переходите прямо сейчас и смотрите. Ну, а мы с вами идем дальше смотреть территорию отеля и главный бассейн и уже выйдем к пляжу. Как видите, да, здесь еще вот такие корпуса. В основном, как я говорил, весь отель состоит из таких корпусов. Выходим в бассейн, который уже находится ближе к морю. Здесь также, смотрю, есть ресторан, где можно поесть. Кстати, в отеле алкоголь весь бесплатный, но импортный алкоголь за дополнительную плату. Также коляски в прокат есть тоже за дополнительную плату. Пляжные полотенца под депозит выдаются, они есть. Что еще? Шезлонги, зонтики, они на пляже все бесплатные. Вот, как видите, есть аквапарк. Я не сказал, что здесь все новое. Видно, что что-то, конечно, не такое свежее и новое. Но, тем не менее, за всем следят. Все, скажем, в хорошем состоянии. Но это, опять же, у нас не лакшери пятерка, это четверка. Но зато находится на первой линии, находится у нас в Алании. Соответственно, и для семейного отдыха, для бюджетного достаточно хорошо подходит. Вот здесь еще у нас есть один детский городок. Здесь обращу внимание, конечно, здесь все под палящим солнцем. Но, к сожалению, нет прикрытого, скажем, тентами защиты от солнца. Здесь есть вот мини-клуб. Если будет сильно жарко, можно в мини-клуб зайти. И вот здесь у нас уже выход идет на пляж. То есть стоят зонтики вот такие. Конечно, сейчас шезлонги не установлены. Сами понимаете, потому что еще, во-первых, рановато. Во-вторых, еще непонятно, куда будет ездить. Итак, мы с вами вышли уже на пляж. Кстати, есть уже смельчики, которые купаются в море. Мы, в принципе, в той стороне уже с вами уже были. Здесь такая бухта. Море спокойное, чистое. Трещано-галечный пляж. Не такие большие камни. Мелкие достаточно. Поэтому кому это подходит, пожалуйста. Здесь еще есть амфитеатр. Поэтому какие-то мероприятия, которые будут проходить, пожалуйста. Дискотека до 10. Какие-то шоу, выступления. Зеленая территория. Поэтому хорошее место, на самом деле. Да, не такое, грубо, как пафосное. Но, тем не менее, хорошая четверочка. В Алании. Здесь еще есть два отеля. Резорт и Клапа. Территорию можно общепользоваться. Поэтому она никак не перегорожена. Вот и все. Мы с вами посмотрели отель Люсиана. И двигаем с вами дальше. До встречи. До встречи.